Иногда в играх есть довольно сложные игровые механики, с которыми очень трудно разобраться неопытному игроку. Например, я до сих пор мастер по незнанию Редстоуна в Майнкрафте, хотя играю уже более 8 лет. Сама игра, к сожалению, не дает нам никаких нормальных объяснений. Хотя, например, если вы играете в Бедрок издания Майнкрафта, то у вас есть доступ к минимальному обучению, но оно прям очень поверхностное. Тем более, предположим, что у нас есть только Джава. Что тогда? Да, сегодня со своей книжной полки я достал книгу, которая посвящена чарам и зельям. Два, как по мне, очень важных аспекта игры, и довольно сложных. Я, признаться честно, до сих пор не запомнил все возможные рецепты зелий. Книга разделена на две части, поэтому начнем мы с зачарований. Посмотрим, какие же секреты раскроет Моджанг в этот раз. Выход следующего ролика подобной тематики зависит только от вас и ваших лайков. Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной! Дата печати книги январь 2019 года. К слову, у книг нету срока годности, но в нашем случае, когда с каждым обновлением Майнкрафт улучшается, то появляется новая информация, а старая может быть не актуальной. Но в случае чары зелий, она должна оставаться полностью актуальной. Ведь каких-то масштабных изменений не произошло. Как я уже говорил в начале, книга разделена на зачарование и зельеварение. Сегодня мы поговорим только про чары, а уже в следующий раз поговорим про зелья. Так что пока что не обращайте внимания на эту штуку, а она сегодня нам не пригодится. О, Джепсер, а ты что тут делаешь? Ты что, выпиваешь? А, Неркин, это ты? Да, я. Ты что здесь делаешь? Почему такой счастливый? Нас недавно в Моджинге была важная встреча! Насчет нового обновления! О, насчет пещерного! Что-то еще придумали? Нет, пещерная уже практически готова! Мы думаем, уже надо 1.18! Реально? И что за новое обновление? Да, я хотел немного улучшить воздушное пространство в Майнкрафте, сделать его чуть круче и реалистичней. Так, так, продолжай, я слушаю, как там? Все поддержали меня! Им понравилась идея, но мы ее, скажем так, позаимствовали у игры. У игры? Какой игры? Вартандер! Военный онлайн-экшен с графикой нового поколения! Теперь в игре смоделированная достоверная атмосфера земли, облака, свет и погода, как в жизни. С рейтрейсингом и новыми взрывами битвы вошли на новый уровень реалистичности. К танкам, самолетам и вертолетам присоединились дредноуты, огромные корабли, одним залпом уничтожающие целые флотилии. Масштабная война в Вартандер охватывает всю землю, от холодной Аляски до песчаных африканских пустынь. Используй разрушимость карт как преимущество. Уничтожь здание, чтобы застать врага врасплох. Прикрывай наземную технику с воздуха и избивай авиацию с воды. В Вартандер в одном бою тебе доступны разные типы техники. Прокачивай танки от классических Т-34 до современных Т-90. Улучшай их дополнительным оружием и обучай экипажи. Вартандер теперь доступна на PlayStation 5 и новых Xbox. Качай Вартандер бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для легких побед в начале игры. Встал! Что? Я сказал встал! Забавный ты мужик, Джеб! Дашь мне плащик? Эм, ну, эээ, смотри, там ночь писать на корову. Что? Где? Ах ты ж рыжая борода. Ну ладно, пожалуй, вернемся к книге. Начинается она из Введения, где нам говорят, мол, трушный Майнкрафтер может без чары зелий, но лучше с чарами и зельями. Но это если вкратце рассказать. Затем идет комментарий от Моджанг, где написано, что эту важнейшую информацию дали им Саммерс Работчики из Моджанг. Теперь то, от чего я реально угарнул. Цитирую. Таинственный процесс наложения чар кажется новичкам невероятно сложным, но на самом деле все очень просто. Переворачиваем страницу. Читаем первый абзац, последнее предложение. Зачарование, процесс очень сложный, поэтому для начала познакомься с основами техники. Так все же, этот процесс очень простой или очень сложный, Моджанг, определитесь уже. Но мне понравился новый коммент от Моджанг, что в ходе игры мы будем получать очки опыта, и лучше бы их назвать очки зачарования, потому что тратим мы их только на это. Но можно было бы согласиться, но еще, например, мы при помощи очков опыта бирки называем и другие предметы, а еще чиним это же снаряжение. Так что 50 на 50. Методов зачарования всего три. Стол зачарований, соединение двух предметов на наковальне и наложение чар из книги. Также понравилась небольшая схема, которая показывает, какие предметы мы можем зачаровать. Вроде бы все нормально, но меня смутило две вещи. Тыква и голова моба. Их можно зачаровывать на столе, то есть реально? Я попробовал зачаровать их, даже в старых версиях, и у меня ничего не получилось. Единственное, что мы можем, это наложить на головы проклятие несъемности и утраты. То есть книга прямым текстом вводит всех игроков в заблуждение. Ну такое, если честно. Но есть интересный факт, если надеть голову моба, то вероятность того, что соответствующий моб нас заметит, снижается на 50%. Я знал это, но честно признаться не верил, что это правда. Хотя кто его знает, вдруг это тоже непроверенная информация. Теперь затронем очень важную тему. Восприимчивость к чарам. Честно говоря, я впервые узнал про это, когда делал обзор с напшота до версии 1.16. И там в челленджлоге было сказано, что назеритовые вещи получают лучшие чары. И тогда я действительно офигел. Это еще раз доказывает, что даже играя в игру очень долгое время, когда тебе кажется, что уже точно нету чем удивить, все равно что туда находится. Так вот, чем выше эта восприимчивость, тем с большей вероятностью на предмет можно будет наложить чары высокого уровня, или несколько чар сразу. Например, самый низкий порог у книги, всего 1 единица. Затем идет дерево, инструменты и оружие, всего 5 единиц. Но что забавно, кожаная броня имеет 15 единиц, в то время, когда алмазная 10, а железная 9. Не сложно догадаться, что лучше всего чарить золотую броню, там 25 единиц. Самый большой и самый лучший результат. И инструменты там 22 единицы. Но они очень быстро изнашиваются. В общем, чем быстрее у тебя разрушается что-то, тем лучше чары. Но есть исключения. Увы, книга старая, там ничего нету про Незерит. Но вот он, максимально крепкий в плане разрушения, да еще имеет 15 единиц восприимчивости, как у брони, так и у меча с инструментами. Незерит слишком читерный. Затем, книга рассказывает нам про чары сокровища. Это те чары, которые мы не можем получить на столе зачарований, но можем где-то их найти. Я сначала не понял, про какие чары они говорят, и решил забежать немного вперед, пролистав книгу. И увидел там вот это, значок, который обозначает чары сокровища. Это и проклятие исчезновения, и проклятие утраты, но это еще не все. Еще ледоходы, подчинка, и недавно к ним добавилась чары скорость души. Частично, я подмечу, частично, к ним можно отнести и шипы, ибо получить их можно только на нагрудник, а на все остальное только при помощи книги. Вот еще одна важная особенность, защитные чары для брони. Увы, все чары на защиту несовместимы между собой. То есть, мы не можем наложить чары защиты, и защиты от снарядов одновременно, на один и тот же вид брони. Это противозаконно. Но мы можем делать что-то другое, скажем так, официально обманывать систему. У каждого чара есть фактор защиты. Они могут между собой складываться, однако нельзя превысить лимит в 20 единиц. Например, смотрите. Взрывоустойчивость, на четвертом уровне защиты, имеет 8 единиц. Если каждый элемент брони зачаровать, то в конечном итоге мы получим фактор защиты в 32 единицы, что является максимально глупой растратой чар. Потому что засчитывается только 20 единиц, остальные 12 это мертвый и никому не нужный груз, который не учитывается. 20 единиц это снижение урона на 80%, дальше уже нельзя. Поэтому, смотря на таблицу, можно сложить себе более выигрышный шанс. Например, два элемента зачаровать на взрывоустойчивость, а один на защиту. К слову, игре не важно, что ты зачаровываешь, нагрудник или шлем, оно все равно это не учитывает. Моджанг также объяснили, почему, когда мы подходим к столу зачарований, то лежащая книга поворачивается к нам и раскрывается. Ответ очень простой. Все это из-за магических способностей, которые могут чувствовать наше присутствие. Забавненько! В разделе, где нам рассказывают, как пользоваться столом, Моджанг также дали свой комментарий. В странице книги переворачиваются сами собой. Эта визуальная уловка говорит о том, что игрок не просто выбирает, какие чары он хочет наложить. Это сам стол дает тебе то, что захочет. Так обыгрывается элемент случайности. Это тоже очень круто. Думаю, многие из вас ждали официального объяснения тем кракозябрам, которые мы видим на столе зачарований. Все мы знаем, что это стандартный галактический алфавит. Но цитирую. Все это руны. Они используются для описания чар. Предоставляют собой случайную комбинацию из 3-5 слов. Они не имеют отношения к выбранным чарам. И нужны только для красоты. То есть, вы понимаете, да? Ничего сверх таинственного. Не нужно строить теории по этому поводу. Просто эдакий элемент декора. Вот, к примеру, я пытаюсь зачаровать Незеритовый топор. И на галактическом шрифте написано Блик Зе Димон. А на выходе имеем эффективность. Думаю, посыл вы улавливаете. Искать скрытые смыслы не нужно. Затем у нас идет раздел про книжные полки. И в целом, прям чего-то необычного и нового я там не подметил. За исключением. Мы как бы можем вывести из действия один шкаф. Тем самым понизив максимальный уровень. И изменив чары. Это можно сделать путем разрушения самой книжной полки. Либо между столом и полкой поставить какой-то блок. Даже факел сойдет. Чтобы получить максимальный уровень возможного зачарования. Нужно ровно 15 книжных полок. Если поставите больше, то ничего страшного не произойдет. Оровень больше тоже не станет. После этого идет раздел про чары на наковальне. Из важного подмечу, что саму зачарованную книгу мы можем найти в самых различных данжах. От деревень до заброшенных крепостей. И там они могут быть с множественными чарами. К примеру, на книге может быть подводное дыхание и эффективность. Соответственно, это два несовместимых чара. Один на элемент брони, второй на инструмент. Поэтому нужно выбрать, куда вы хотите, и какое зачарование перенести. Проблема заключается в том, что если использовать чары из книги на наковальне, на нужном предмете, то книгу с оставшимися чарами обратно не получим. Она как бы так сказать уничтожается. Практически то же самое происходит, когда мы соединяем два одинаковых предмета с разными чарами. К примеру, возьмем лук, на котором сила 3 бесконечность, а второй такой же, только вместо бесконечности будет подчинка. Положив их, мы получим силу 4 и одно из конфликтующих чар. Если в первый суд положим лук с бесконечностью, то на выходе уберется подчинка. И точно то же самое будет наоборот. К слову, так мы и чинить предметы можем. Добавив до поврежденного предмета материал, из которого он создан. Либо же его самого бесчар. Самое забавное, что наковальня имеет свойство уничтожаться. Всего есть примерно 25 использований. Но вот саму наковальню чинить нельзя. Хотя было бы прикольно делать это при помощи железа. Как мы это делаем с големами. Дальше нам рассказывают про все возможные виды чар. Это интересно, но слишком долго. Меня разозлил только один момент. Смотрите, когда мы говорили про факторы защитных чар. В табличке можно было заметить зачарование огнеупорность. Перевод отличный, такой же как в игре. Но пролистав до раздела с чарами, нам тыкают в лицо огнезащиту. То есть серьезно, да? Я понимаю моменты, где не совпадает перевод книги с русской версией игры. Перевод игры не зависит от обновления. Он может обновиться даже уже в старой версии игры. Но тут совершенно по-другому. Название чар не совпадает с названием чар из самой же книги. Это если бы в Гарри Поттере на одной странице Северуса Снейпа звали Северус Снейп. А сразу же на следующий Злодиус Злей. Но это прям реально странно. Но помимо всего прочего, в мире уже есть зачарованные предметы. И сгенерированные самим Майнкрафтом. К такому почему-то относятся торговля с жителями. Есть различные жители, и они продают разные вещи. Один продает броню. Второй продает инструменты. А третий продает оружие. Есть еще рыбалка. И вот там можно разгуляться. Ибо можно выловить как зачарованные предметы, так и книги. Понятное дело, шанс поймать хорошую книгу, очень низок. Прям мега низок. Но вот собрать себе крутой зачарованный лук, вполне можно. Можно выбить броню с мобов. Есть шанс, что в мире на тяжелом уровне сложности заспавнится зомби полностью в алмазной броне. Но шанс выпадения такой брони, прям мега маленький. Ну и как по мне, один из самых крутых способов. Сундуки в городах края. Да, там можно получить много крутых зачарованных инструментов. Оружие и собственно говоря брони. И вот раздел с чарами закончился. Следующий на очереди зелье варенья. Его прям мега жду. Но вы должны поставить лайки, чтобы это видео рекомендовалось лучше. Вы не подумайте, сам раздел довольно обширный. Там много полезной информации. Но ту, про которую мы уже говорили много раз, я старался пропускать, чтобы не растягивать видео на миллиарды лет. По правде говоря, есть еще третий раздел. Вершины чародейства. Он небольшой и совмещает в себе и зелье, и чары. Я затрону только те моменты, которые касаются чар. Например, у нас есть схема постройки дома чародея. Честно, сложно как-то что-то понять по этой схеме. По крайней мере мне. Ну и плюс ко всему, здесь есть схема постройки по тайной библиотеке. Я ее попробовал построить на 1.16. И к слову, у меня это получилось. Теперь нужно будет ее построить на 1 блок скайблок. Чтобы уж прям по красоте было. Тоже никогда не строил что-то подобное. Мне понравилось. В заключении скажу, что эта книга мне понравилась намного больше, чем та же про сельское хозяйство. Быть может потому, что я сам для себя подчеркнул много новой информации. Что вы скажете? Получили ли вы какую-то новую информацию для себя? Дайте знать в комментариях. Ну а если вы здесь впервые, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А с вами как всегда был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся!